Продолжение следует... Продолжение следует... Так я алфавит вспомнила. От страха вспомнила все английские цифры. Как говорить с ребёнком на сложные темы? Сегодня нам в этом поможет разобраться медицинский психолог Анна Родионова. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мы все знаем, что есть календарь прививок. И родителям ответственным очень всё просто. Делай раз, делай два, делай три. Всё знаем когда. Есть ли какой-то вот такой календарь тем? Когда и о чём нужно обязательно поговорить с подростком, чтобы ничего не упустить? Ага, я бы начинала с самого начала. Главное о том, что каждый родитель делает почти каждодневно, порой незаметно. Так родители обучают ребёнка вопросам гигиены. Обучают его о том, что в присутствии других людей стоит находиться в одежде. Всё это тоже часть психосексуального развития. Так около трёх лет родители обучают ребёнка, как называются разные части тела, в том числе интимные. Они говорят про гендерные различия мальчиков и девочек. Можно ли уточнить, что на самом деле психосексуальное развитие происходит с самого раннего возраста? Не нужно ждать какого-то момента? Да, это действительно такая каждодневная история. Это вопросы, которые касаются тела, отношений людей, которые мы вплетаем абсолютно в такие наши повседневные вопросы. Это всё вот в нашем с вами идеальном мире, мне кажется, происходит. Когда осознанные родители уже понимают, что вот с нуля, в три нужно года сказать о том-то, о том-то. А если нас сейчас смотрят родители подростков, которые, ну вот по разным причинам упустили это время, не поздно начинать? Я думаю, что точно никогда не поздно. Да, самое важное, чтобы родитель чувствовал себя комфортно, спокойно, устойчиво. Потому что если родителю самому будет очень тревожно и волнительно, то подросток точно будет это считывать. А как это преодолеть в себе? Есть ли какое-то упражнение? Можно ли там с близкими потренироваться? Какая-то игра, как вот, знаете, как психодрама? Да, точно здорово, если родители, прежде чем будут говорить со своим подростком, подкрепят какие-то свои знания, в чём-то, может быть, их укрепят, изучат, может быть, какую-то дополнительную терминологию. Да, и тогда точно тревога немного упадёт, станет спокойнее. Правда, Сергей, как вы предположили, можно действительно обсудить эту тему со своим партнёром. Как бы потренироваться, да? Потренироваться, да, обсудить это со своей супружеской паре. А если даже нет супруга или супруги, то можно обсудить это с каким-то взрослым человеком, которому ты достаточно доверяешь. И тогда и взрослому тоже станет несколько спокойнее, да? Ну, сегодня для наших телезрителей мы хотим предложить три важных вопроса или три важных темы, о которых можно и ещё не поздно поговорить со своим подростком. Пока вы готовите свои вопросы, я напоминаю, что мы работаем для вас в прямом эфире. Задавайте их прямо сейчас, отсканировав QR-код на экране. Я предлагаю поговорить о первой важной теме, которая называется «Активное согласие». Давайте объясним, что это и почему так важно своему подростку об этом рассказать. Да, действительно, активное согласие. И я бы начала немножко издалека, что правда, хорошо, если родители не настаивают на каких-то объятиях или на поцелуях, если ребёнок нам говорит «нет». Да, тогда мы тем самым учим ребёнка тому опыту, что он может взрослому сказать «нет». И «нет» – это значит действительно «нет». И даже вот в этих разговорах, то есть когда мы беседуем со своими собственными детьми, у детей есть такое право остановить этот разговор, да? Должны ли мы заранее обсудить какое-то стоп-слово, да? Вот если вдруг этот разговор для тебя будет каким-то сложным, ты можешь использовать стоп-слово. Например, «я пойду уберусь в своей комнате». Это будет… Я пойму, что всё, значит, разговор на сегодня окончен. Потому что у нас вопрос о одноклассниках. Нас спрашивают девочки-подростки, 12 лет, наотрез отказываются разговаривать на темы, связанные с сексуальным воспитанием. Да. Для меня это сигнал о том, что точно у девочек, значит, уже есть какая-то информация, да, на тему сексуальности, на тему сексуальных взаимоотношений. И тогда что может сделать родитель? Он может признать чувство подростка и сказать, да, я понимаю, что это не совсем простая тема. Возможно, ты уже что-то точно знаешь, но тем не менее нам важно это с тобой обсудить. Какое-то время тебе может быть немножко дискомфортно, неловко, неуютно, да, но со временем это чувство пройдёт. А вот с какой фразой можно начать такой сложный разговор? Вот что бы вы посоветовали? Да, можно использовать примерно те же самые слова, что я сейчас сказала. И очень важно, чтобы мы не садились там за стол, не организовали какой-то специальный момент. Хорошо, если мы эти разговоры вплетаем в нашу повседневную жизнь, да. Банально ребёнок увидел какие-то гигиенические средства у нас в ванной комнате, да, и мы можем с ним об этом поговорить, да. Не стоит искать специального какого-то повода. И мне кажется, важно ещё, чтобы родители помнили о том, что действительно это не один какой-то разговор, да. Это такой процесс длительный. Анна, вот я прошу прощения, мне просто очень хочется вернуться к вопросу нашей телезрительницы. Если всё-таки дети наотрез отказываются с родителями на вот такие личные интимные темы разговаривать, о чём стоит задуматься? Может быть, отвести к специалисту? Если да, то к какому специалисту и как его правильно найти? Да, действительно, если ребёнку сложно говорить на эту тему с родителем, тогда родителю важно обозначить, что, да, возможно, со мной тебе это не совсем удобно и комфортно, но тем не менее мне важно, чтобы у тебя была качественная, достоверная информация, да, и тогда действительно можно с этими вопросами обращаться к врачам разного профиля, да, к тем коллегам, которые сегодня присутствовали в эфире. Это может быть врач-педиатр, это может быть клинический психолог, да, это может быть семейный психотерапевт, да, это может быть детский врач-сексолог в том числе. Должны ли мы мягко и интеллигентно подкладывать специальную литературу детям-подросткам, чтобы они могли это всё прочитать? Потому что я помню своё постнесоветское детство, журнал «Техника молодёжи» прямо, как построить робота, как улететь на Сатурн, как не опозориться с девочками. Я прям понял, что Сатурн подождёт, Сатурн прямо никуда не денется, значит, ну вот как, где взять какой-то список литературы, вот как, есть ли какие-то специальные издания по этому поводу, и как мы должны вежливо, но твёрдо их всё-таки включать? Я бы говорила про то, что хорошо, что прежде чем дать какую-то литературу ребёнку, родитель сам её изучит и удостоверится в той информации, которая там обозначена. Да, после этого я бы предлагала не так интеллигентно подкладывать ребёнку какую-то литературу, да, а предложить, может быть, в открытом диалоге и оставить за собой возможность того, что мы сможем про это с тобой поговорить. Да, именно после этого ребёнок поймёт, что с любыми вопросами, проблемами, трудностями он может обратиться не только к книге, интернету или к друзьям, но и к своим родителям. Сейчас в книжных магазинах есть специальные какие-то такие издания, которые нужно... Действительно, сейчас много разной информации, но я бы оставляла это всё-таки на ответственность родителей, чтобы они точно учитывали уровень развития ребёнка, да, его актуальный возраст, интересы, и, исходя из этого, подбирали уже прицельную литературу. Наши зрители задают нам вопросы, продолжают их задавать. Дочери 15 лет заявила, что хочет стать мальчиком и любит девочек. Что делать? Я бы говорила о том, что точно родителям с этой темой может быть несколько тревожно, да, и точно не стоит на данном этапе сразу давать каких-то оценочных суждений, может быть, ругать, порицать, да. Хорошо, если мы будем открыты со своим ребёнком, да, но при этом не будем как-то порицать эту историю, тогда, вероятнее всего, ребёнок закроется, и в большей степени мы не сможем с ним об этом поговорить. Ну, в этой конкретной ситуации какой мы можем дать совет? У нас есть вот настоящий живой телезритель, который обратился к нам со своим вопросом. Что ему делать прямо сегодня или завтра? Да. Тем не менее, если это тревожит родителя, то он может вместе с ребёнком пойти, например, к медицинскому семейному психологу, да, в том числе может обратиться в центр Сухаревой, да, и там на семейной консультации может поделиться своими тревогами со специалистами, да, и они помогут смоделировать какой-то диалог между мамой и дочерью, да, про это вообще поговорить. Мы продолжаем наш разговор на такие очень интересные и очень важные темы, и мы обещали зрителям, что объявим их три, полностью три темы. Первая тема – активное согласие, о ней мы поговорили. Сейчас хочется поговорить о теме, которую мы обозначили таким словосочетанием «наедине с собой». Почему важно говорить с подростком об этой теме, как правильно начинать разговор, и есть ли какие-то запрещённые слова, может быть, в этой теме? Должны ли мы поддержать родителей в том, что это нормально и более того является таким этапом всех сексуального развития, потому что, ну, вот сексологи говорят нам о том, что это помогает человеку разобраться с собой и в дальнейшем является фундаментом какого-то, ну, удовлетворительных сексуальных взаимоотношений с партнёром? Да, правда, в период примерно с 7 до 12 лет дети более активнее начинают изучать своё тело, да, но важно отметить, что в этот период времени дети не вкладывают в этот какой-то такой сексуализированный подтекст, да. Для них это нормотипичный процесс развития, познания своего тела, да, каких-то человеческих отношений, да, говоря про такое «наедине с собой», да, мне кажется, точно важно оставлять ребёнку возможность формирования своего какого-то личного пространства, и тогда мы говорим о том, что хорошо, если со временем, подростковому возрасту родители стучатся в дверь к подростку, прежде чем войти к нему в комнату, не заходит к нему в ванну или в туалетную комнату, и тем самым в том числе оставляет ему возможность пространства побыть наедине с собой. Предположим, если вот случился такой момент, который в американских фильмах нам показывают, родитель не постучался, открыл дверь и увидел то, что не должен был видеть. Подросток в шоке, да, и родитель в шоке. Что вот в таком случае делать? Сразу говорить? Подождать какое-то время? Или, может быть, вообще сделать вид, что ты этого не видел? Ага, я бы, наверное, говорила о том, что делать вид, что ничего не произошло точно не стоит, потому что и у родителей, и у ребёнка может остаться некоторое напряжение, да, возможно, стоит извиниться, что, прости, я не должен был так делать, я должен был сперва постучать, да, и тем не менее, мне кажется, что такая ситуация, это отличные такие входные ворота, может быть, в тему какого-то важного разговора, да, и тогда в том числе родители могут говорить о своих чувствах в первую очередь, да, прости, мне не совсем ловко, да, но мне важно с тобой об этом поговорить и свериться, какая у тебя есть информация. Анна, вы сегодня так чётко формулируете фразы, мне хотелось бы попросить вас сейчас дать подсказку родителям подростков, с какой фразы лучше всего начать разговор на такую непростую тему, наедине с тобой. Если у вас пересохло во рту, если вы не знаете, с каких слов начать, вот что записать, с каких слов можно начать? Да, я думаю, что точно не стоит говорить ребёнку, что сейчас нас ждёт с тобой серьёзный разговор, нам нужно поговорить. Тогда у ребёнка и у родителя, скорее всего, тот же очень сильно повысится уровень тревоги, да, ребёнок может как-то съёживаться, замыкаться, и тогда, возможно, диалога не сложится. Да, мы можем говорить о том, что, вероятнее всего, ты точно уже обладаешь некоторой информацией относительно отношений взрослых людей. Я точно знаю, что ты что-то знаешь, да, но нам важно с тобой свериться, какая у тебя есть информация. Мне очень важно, чтобы ты был достаточно осведомлён, да, чувствовал себя в безопасности, знал о том, что, там, ты можешь сказать своему партнёру «нет», и к кому ты можешь обратиться в случае, если у тебя появятся вопросы. Это могу быть я, да, или это может быть какой-то... У нас огромное количество вопросов в одноклассниках. Наш зритель спрашивает, ребёнку 12 лет, это мальчик, подросток, замкнулся, не общается, и от него пахнет сигаретами. Что делать? Я думаю, родители точно так же здесь могут быть открыты, да, и говорить в первую очередь от себя некоторые такие я-высказывания, и говорить о своих чувствах, да, что я слышу, от тебя пахнет табачным, там, дымом или сигаретами, да. Мне очень тревожно, да, и мне важно с тобой это обсудить. Мне важно сохранить контакт. Да, мне важно сохранить с тобой контакт.